Столкновения политики и морали сейчас можно наблюдать в Чехии. Сотни местных семей согласны принять детей-сирот, находящихся в греческом лагере для беженцев. Некоторые даже начали обустраивать дома, детские комнаты. Но против такой помощи выступает ряд чешских политиков. Чиновники считают, что прежде нужно оформить увесистый пакет документов. Ситуация спорная, однако многие поддерживают сторону правительства. В непростом вопросе разбиралась Надежда Дрейгл. В начале сентября Греция призвала всех министров внутренних дел ЕС принять маленьких пленников из греческих лагерей для беженцев. Чешская сторона заявила, что не видит смысла давать убежище 17-летним сиротам. На прошлой неделе официальная Прага попросила Афины предоставить конкретный список детей, которых должна принять чешская сторона. По заявлениям парламентариев, год назад республика уже отправляла аналогичный запрос Греции. В ответ якобы была только тишина. Принять сирийских сирот, оказавшихся в греческом лагере для беженцев, согласны более 200 чешских семей. И с каждым днем эта цифра только растет. Однако пока активисты и небезразличные к чужой беде Чехи вынуждены ждать решения властей. Проблема, о которой мы говорим, не обязательно касается сирийских сирот в возрасте до 10 лет. Типичным несовершеннолетним без сопровождения с греческой стороны является мальчик в возрасте от 15 лет. Скорее всего, из Афганистана или Пакистана. Для таких людей возможная интеграция очень сложна. Чешские правозащитники призвали правительство не препятствовать солидарности с несчастными детьми. Активисты уже создали межведомственную группу, которая предложит точную процедуру приема несопровождаемых детей беженцев из Греции. Командой составляется список семей, которые уже сегодня готовы разместить у себя беженцев. В Греции насчитывается 5000 беспризорных детей беженцев. В центре для беженцев на острове Самос, рассчитанном на 650 мест, проживают 7000 человек. Среди них 300 детей без сопровождения. Некоторые дети в таком состоянии, что перестали есть и разговаривать. В такой ситуации еще имеет смысл какая-то политика и интересы? Что можно решать, когда ребенок хочет есть? По мнению некоторых политиков, абсурдно, что страна с 10 миллионами человек, имеющая гуманистические традиции, закрывает глаза на беженцев на протяжении года. Но, кажется, власти заняли в вопросе весьма жесткую позицию. Ранее премьер-министр страны Андрей Бабиш заявил, что Чешская республика не примет никаких мигрантов и что беженцам необходимо искать помощи в своих странах, а не на стороне. В качестве аргумента политик упомянул план строительства детского дома в Сирии, который так и не был осуществлен. Надежда Дрейгл, Дмитрий Лукша и Вадим Чех. Хабар 24, Прага, Чехия.